В этом видео я не призываю употреблять легальные или нелегальные наркотики. Вся информация, которая будет представлена о наркотических и психотропных веществах, нужна исключительно в образовательных целях. Напомню, что на YouTube можно говорить о наркотиках в документальных, художественных, а также в образовательных целях. В этом видео не будут показаны сцены употребления наркотиков, а также инструкции по их изготовлению. Еще раз, я не пропагандирую запрещенные вещества, а также не выставляю употребление любых психотропных и наркотических веществ сугубо в положительном свете. Цель видео – избавиться от табуированности, поднять вопрос о проблемах, связанных с наркотиками на всеобщее обозрение и обсуждение, а также внести ясность по поводу некоторых веществ и употребляющих, исключительно для образования и минимизации вреда. Более того, спешу напомнить, что, скорее всего, в вашей стране запрещено хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, которые будут упоминаться в этом ролике. Осведомлен – значит вооружен. Почему наркотики действительно опасны? Мне надоело. Надоело, что в наше время наркотики до сих пор не принято обсуждать. Власти изображают безудержную борьбу с наркоманией, якобы за ваше здоровье. Родители обычно возводят все наркотики под категорию «запретный плод». Публичные личности просто не хотят себе лишних проблем и говорят рядовое «наркотики – это очень плохо, и ни в коем случае их не потребляйте, не пробуйте, вообще, короче, не трогайте это все». А подростки все равно идут на бездумный риск и объебываются, чем попало, как собаки, и потом еще получают от общества кнутом по башке в виде дискриминации, социальных санкций и становятся отверженными во многих сферах. Господь как-то сказал «секс, наркотики и протест». По его мнению, это то, что сейчас интересует молодежь и, возможно, интересовало всегда. Из этого я сделал вывод, что в этих трех направлениях общество нуждается в соответствующем образовании для того, чтобы обеспечить безопасность незрелых или даже зрелых умов. Давайте взглянем на то, как сейчас обстоят дела с просвещением таких рискованных увлечений. Сексуальное образование. В общем-то, оно запущено, поскольку в школах почему-то такого до сих пор не преподают, а родители, понятное дело, всегда опасаются таких разговоров. Но справедливости ради стоит сказать, что в интернете есть множество статей на эту тему, а в реальном мире существуют книги для совсем маленьких, где рассказывается, как это все происходит и как понимать свою сексуальность. Масс-медиа снимает сериалы и мультики для молодых, которые развенчивают некоторые сексуальные страхи. И в частности, я сам видел некоторых людей на ютюбе, которые успешно рассказывают о тонкостях непосредственно секса. Конечно, я не считаю этого достаточным, потому что уровень ВИЧ-инфекции в России очень высокий. Многие девушки знают про оргазм только из сказочных легенд, а некоторых мужчин все еще нужно учить не насиловать женщин. Но все-таки здравое звено в виде правильной пропаганды есть. Теперь протесты, а именно оппозиционное движение. Недавно у нас на русском ютюбе случилась настоящая революция в сфере политического контента. Появилось сотни каналов, которые помогают нам с вами потихоньку понять, что к чему. Потому что когда есть независимые протестные евангелисты, это всегда образовательный момент. Проводятся акции, разъясняются политические явления, разбираются режимы стран, проводятся дебаты, сторонники разных идеологий продвигают свои взгляды в массы, перечислять можно долго. В общем, контент есть, вроде все как надо. Ну да, никто не защищен от манипуляций и популизма, разумеется. Но хотя бы люди, которым это интересно, становятся образованнее и стараются разобраться с ситуацией в своей стране. И мы приходим к последнему, но не менее важному. Наркотики. Здесь у нас... И это все образование? В сфере наркотической проблемы существует исключительно один несуразный метод. И самое удивительное, что этим методом пользуются не только государственные запугиватели, но и люди в медиасфере. Обычно твой кумир или авторитет говорит, Наркотики это плохо, но в лучшем случае он дополнит. Не употребляйте. Я вот сидел на наркоте, а вам нельзя. Сам сатана. Словите вещества на нашу землю. Да, такая пугалка подойдет тем личинкам, которые смотрят детский контент на ютубе. Но для людей постарше этого откровенно мало. Я вам скажу, что есть мнение, что такой метод почти не работает. Потому что тебе банально не дают никакой действительно полезной информации. Но что самое ужасное, в теме наркотиков очень много мифов. Все, что связано с наркотиками, покрыто стигмой. Тотальная демонизация наркотиков привела к повсеместной дезинформации. Весь мир уже более полувека ведет войну с наркотиками. И почти все методы сводятся к банальному НЕЛЬЗЯ, ПОТОМУ, ЧТО ТЫ УМРЁШЬ! Плюс тюрьма. Как самый тупорылый метод борьбы, который эффективен только в одну сторону. Но я не буду врать. Есть несколько видео, публикуются статьи на русском языке, Которые как-то пытаются сдвинуть невежество в точку осознанности. Но в основном я отчетливо вижу и ощущаю настоящее табу В сфере наркотического образования. Люди осознанно замалчивают все, что связано с наркотиками. И я считаю, что это неправильно. Вот и сел я однажды. Подумал, взвесил так реально. Если в сексуальных знаниях я, мягко говоря, не мастер, А полностью окунаться в протестную политику у меня нет большого желания, То я посчитал своим долгом поделиться с вами своими знаниями О запрещенных веществах, которые я накопил за последние годы. Ну, накопил знания, а не вещества. Нет, я серьезно. Я рад вам представить мой новый гайд Наркота 101 Так, стоп. Это же не хихоньки-хахоньки. Речь пойдет о тех самых наркотиках, которые ломают людям жизни, превращают их в бандитов, и они становятся ходячими зомби. Вот так думает большинство. Но это большинство никогда не углублялось в эту тему. Потому что они, а скорее всего и вы, в отличие от Трампа, построили себе великую стену вокруг себя, которая не пропускает ни одного бита информации о наркотиках. Да, я понимаю, что возможно именно вас такой метод никогда не подводил, и вы до сих пор ничего не пробовали. Вам за это только респект. Но вот что-то мне подсказывает, что вам интересно узнать, что это вообще такое, вещества. Но при этом вы не хотите пробовать что-то запрещенное. Так вот, я готов удовлетворить ваше потенциальное любопытство на эту тему серии таких образовательных видео. И уж поверьте, за 7 полноценных видео я точно смогу раскрыть ситуацию с разных сторон. И по мере моего рассказа я буду подмечать специальным индикатором популярные мифы, заблуждения по поводу наркотиков, которые будут появляться в каждой новой серии. Всего мне удалось собрать 15 мифов. Я очень хочу, чтобы каждый из вас ознакомился с ними. Это правда важно. Поэтому смотрите все серии внимательно, от начала и до конца. И вот пока я это все проговаривал, кто-то точно уже начал писать комментик в стиле «Да ты чё? Сейчас детям будешь про наркотики рассказывать!» Да, именно так. И вот мои аргументы для уже обозленных. Во-первых, на момент записи этого видео в России ответственность за хранение наркотиков наступает уже с 14 лет. Поэтому совершенно закономерно, что я целюсь этим видео в тех, кому примерно столько. Потому что теперь для них эта тема архиважна. Именно в этом возрастном диапазоне наркотики могут появиться в жизни у подростка. Второе. Сейчас наркотики – это неотъемлемая часть общества. И если вы закроете уши и глаза от них, то это будет мнимая защита, которая не очень эффективна в долгосрочной перспективе. Даже если вы сейчас выступаете за ЗОЖ, против сигарет, алкоголя, твердо уверены, что не станете мерзким наркоманом, более того, вы вообще презираете всех этих торчков. Вот поверьте мне, ребята, многие так и думают. Я сам ужаснулся от того, что почти все наркоманы со стажем говорят, что думали, что с ними никогда такого не произойдет. Но как оказалось, не все так просто, дорогие мои. Жизнь – странная и стрессовая штука. По мере вашего взросления может произойти совершенно разное дерьмо, о котором вы даже не подозреваете. Никто не застрахован от внешних раздражителей. Мы все подвержены эмоциональному давлению. Все может пойти не по плану. И в конечном итоге каждый выбирает себе, чем расслабляться. Вот я сделал два ролика про алкоголь и сигареты. Рассказал свою критику и недовольство. Вот мне нравятся мне эти вещества. Но в то же время я понимаю, что все люди разные и просто дураковатые существа, которым говори, не говори, мы все равно можем чем-то упороться. И сейчас я хочу развеять первый миф о том, что наркоманы – слабые люди. Это неправда. Поймите, у всех есть свои слабости. Недаром говорят, что каждый чем-то расслабляется. И если вы видите человека, который страдает от проблемного употребления какого-то вещества, не стоит его обвинять, но возвышать себя. Да, есть более чувствительные люди, которые менее устойчивы к стрессу. Кому-то просто не повезло по жизни. Вы же не знаете, какое прошлое было у человека. Вы видите его конечное состояние, у которого есть обоснование. Тем более мы все просто от природы любопытны. Мы можем иррационально полагаться на эмоции в сложных ситуациях и принять неверное решение. Человеческий фактор мешает всему человечеству уже многие века. Просто я хочу сказать, что это такие же люди, как и вы. Просто каждый делает выбор и справляется с последствиями уже как может. Только вот проблема в том, что выбор вещества осуществляется в неведении. И вот вам метафора нашего времени. Представьте, человек пришел в компанию. Он хочет расслабиться. Перед ним находятся очевидные легальные вещества, о которых он слышал тысячу раз. Алкоголь, там сигареты. Но где-то там подальше оказывается что-то запрещенное. Оно закрыто полотном, да еще и с большой надписью «Нельзя». И прикол в том, что если человек все-таки поддастся соблазну, примет решение вкусить запретный плод, то никакие барьеры ему не помешают. И тут начинается страшное. Он может импульсивно и вслепую сунуть руку, нащупать себе что-то случайное и вмазаться. Понимаете, в чем тут проблема? Я считаю, что для начала эту пелену незнания нужно снять и дать каждому информацию о веществах и возможных рисках для объективности выбора. Человек должен знать, что из себя представляют вещества, как избежать вреда при употреблении, в общем, про все подводные камни, чтобы понять, почему наркотики действительно опасны. Осведомлен, значит вооружен, да-да. Но кто-то скажет, зачем быть подкованным в наркотиках? Почему бы просто не продолжать ограждать себя стеной от них на всю оставшуюся жизнь? Ну, смотрите, чтобы вы правильно меня поняли, я приведу свою историю из жизни. Как будто вчера я помню речь своего преподавателя по культурологии. Эх, сейчас молодежь абсолютно религиозно необразованная. Не понимает, какую роль у людей занимала вера до научной революции, в частности церковь. Это же великая культура наших предков. А что сейчас? Дети считают престижным записаться в атеисты и перестать изучать религию, как великий культурный феномен. Правильные мысли подумал я. Религию ведь сейчас действительно любят обесценивать. Однако я считаю, что здесь есть критерии необходимости такого знания. И вот лично я не думаю, что в нашем современном мире обязательно нужно быть подкованным в религиозном плане. Поэтому я склонен полагать, что религоведение совершенно не нужно детям в начальных классах, а именно основы православной культуры. Четвертый класс. В наше время религия дает тебе только историческое знание или психологическую помощь. Все. Так что ничего страшного, если ты ничего не будешь знать о буддизме, исламе или христианстве. Ты вправе выбрать позицию отрицания, либо просто наплевать на всю религиозную мишуру. И очень сложно по глупости допустить изменение своего сознания или вербовки в секту. Это только в таких фильмах так бывает. Мы стали водить сына на чтение слова Божьего каждый день. Отбрось все, что может отвлечь твое сердце от близости с Богом. К чему я это? Вот смотрите, если вы воспринимаете религию как болезнь, то вам не обязательно знать ее тонкости, дабы избежать ее вреда на ваш мозг. Потому что она вряд ли вообще вам встретится на пути. Камон, 21 век на дворе. Ну придете вы к своему другу в гости, и окажется, что он в какой-то секте. Ну вы, конечно, знатно так охуеете. Но такой случай вряд ли с вами вообще произойдет. Тем более, даже молодежи сейчас сложно поддаться религиозной пропаганде. В наше научное время критического мышления. Поэтому в ней можно и не разбираться. Как говорится, в жизни не пригодится. В отличие от наркотического образования. Вы можете сколько угодно сторониться опасных тусовок, общаться только с правильными ребятами, быть затворником, как я. Но поверьте, свидание с веществами вам практически обеспечено. Поскольку на любой вписке, вечеринке, празднике, сходке, тусовке, корпоративе могут оказаться чуваки, которые будут употреблять. И может быть, они что-то предложат вам. И если вы вдруг все еще думаете, что наркотики это только в Америке и в Европе, у нас их нет, они очень дорогие, то, кстати, это второй миф. Наркотики стоят очень дорого. Ну да, конечно, блевотный насвай можно найти за копейки. Но пора бы давно забыть о том, что наркотики это только для бизнесменов в костюмах или богатых рок-звезд. Цены на различные вещества не сказать, что дешевые, но вполне доступные более-менее обеспеченному человеку. Что уж не говорить о компании из нескольких людей. Тем более, ты же не будешь вечно находиться в одном коллективе. И ты никогда не узнаешь, каких новых друзей ты себе найдешь. И я скажу важное. Людей, которые употребляют наркотики, больше, чем ты думаешь. И они уже могут быть вокруг тебя. Но ты не знаешь. И я не хочу, чтобы это звучало как угроза. Самое неочевидное это то, что человек, регулярно употребляющий наркотики, может быть совершенно непримечательным. Это твой сосед, одноклассник, одногруппник, коллега, лучший друг, или даже девушка, в которую ты влюблен. Но как же так, спросите вы? Невозможно ведь постоянно скрывать следы от уколов. Да и по поведению все наркоманы, неадекватные психи и убийцы. Насильники. Вот если есть люди, которые реально до сих пор так думают, то им особенно нужно посмотреть все 7 роликов о наркотиках, которые я подготовил. Ведь в один прекрасный момент ты можешь прийти в компанию и сразу увидеть чуваков, которые за столом снюхивают дороги прямо с айпада. И ты просто в шоке, в ступоре, потому что такое видел только в кино. Стоишь с выпученными глазами, не рискуешь присаживаться с ними за один стол. В общем, просто не знаешь, как реагировать. И моя задача, чтобы после просмотра всех 7 роликов об опасности наркотиков вы не чувствовали дискомфорт, когда кто-то расскажет или покажет вам наркотики в первый раз. Потому что вы будете знать больше их, обретете уверенность и защиту, а также избавитесь от такого неудобно-неловкого состояния. Наряду с информацией о сексе, сексуальности и сексуальном образовании, а также о митингах политической грамотности и протесте, нам важно говорить о наркотиках, для того, чтобы минимизировать потенциальный вред. Возможно, я кому-то открою тайну, но война с наркотиками проиграна. И сейчас достать запрещенные вещества гораздо легче, чем в прошлом веке. Уже не обязательно иметь криминальные связи с дилерами или быть супер богатым буратинкой. Дарквеб и анонимные мессенджеры просто взорвали наркоиндустрию. И вещества прямо сейчас ждут своей очереди на употребление. В укромных тайниках по всему вашему городу или селу. Бьюсь об закладку, вы наверняка видели какие-то странные надписи на стенах. Типа, соли, миксы, здесь, ссылка на телеграм-канал. Меф, проба, телефонный номер. Только у нас самый чистый и бла-бла-бла. Поймите, процесс налажен. И сейчас оборот, наоборот, увеличился. Поэтому я считаю своим долгом поделиться со школьниками, подростками и даже взрослыми людьми информацией про наркотики. Потому что знаю, вам нигде этого не рассказали. Ух, я искренне надеюсь, что вы посмотрите все остальные шесть видео, посвященные наркотикам. Потому что там я собрал самую, на мой взгляд, важную информацию. И перед тем, как закончить предисловие, я хочу сказать важную вещь. Вы ничего не знаете о наркотиках. И одна из целей этих моих видео – попытаться донести до вас, почему же это плохо. Поверьте мне, даже если вы уже черпали информацию из больничных брошюр, посвященным утопичному миру без наркотиков, смотрели некоторые социальные ролики против, или общались с яростными хейтерами наркотиков, это все сомнительные источники информации, которые не дали вам понимания реального положения дел. Как бы это парадоксально не звучало, по моему опыту, самые отчаянные хейтеры наркотиков и наркоманов зачастую разбираются в этой теме меньше всех. Антипропаганда наркотиков породила и продолжает распространять шаблонное мнение и стереотипы о веществах и об их употребителях. Из-за того, что данная тема максимально табуирована, о ней просто боятся говорить. И это лично я предпочитаю называть наркофобией, которая не дает посмотреть на проблему вокруг запрещенных веществ свежей мыслью, не дает также критично разобрать всю существующую информацию о веществах. Вместо этого люди предпочитают укреплять свое стереотипное представление о наркоте и тех, кто ее употребляет. Ну вот так рождаются самые тупые и радикальные мысли, типа «Всех наркоманов нужно садить в тюрьмы! Наркотики ведут к неминуемой смерти! Наркоторговцев нужно казнить!» Сюрприз! Такие ограниченные умственные заключения делают только хуже, то есть никак не помогают решить проблему с наркотиками. Это правда очень неэффективно. И вот если вы уже досмотрели до этого момента, то я заочно кидаю вам респект, потому что вы наверняка хотите разобраться в вопросе. А вот потенциальные кайфажоры вряд ли вообще захотят искать информацию о наркотиках. Будьте уверены, те придурки, которые ко всему относятся с безрассудством, они даже это видео не посмотрят и не нагуглят его. Все их страшилки а-ля наркотики зло долго не выдержат. Они все равно рано или поздно что-нибудь сожрут. Но вам я хочу дать знания и предостережения, о которых я узнал за последние годы. Ну и напоследок, чтобы закончить эту серию хорошо, чтобы вы не думали, что я какой-то хер с горы, для того, чтобы сделать серию из семи таких объемных видео, я изучил огромное количество информации, что находится во всемирном интернете. При составлении сценария данного видеоэссе... При составлении сценария я опирался на научные данные, разбирал опыт употребляющих людей, общался в реальной жизни с употребляющими, погрузился в даркнет для того, чтобы взять оттуда теоретические данные, смотрел на социальную сторону вопроса, анализировал разную статистику. В общем, господи, если бы я так к диплому готовился... Он бы у меня сейчас уже был написан. Редактор субтитров А.Семкин